Мы рады видеть вас снова на нашей кухне Добро, на нашей любимой веганской кухне. И сегодня у нас рецепт от Виталика. Виталик, скажи, пожалуйста, ты вообще почему веганство выбрал? Это вообще очень крутая тема, мне кажется. От нее все лучше. Самочувствие, ощущение тела, энергии больше. И просто жизненные ощущения шире. Ну, вот это мой такой личный опыт. А вот сейчас готовишь на кухне Добро. С чем я тебя поздравляю, с стажировкой, это очень круто. А до того, как ты начал готовить, ты вообще чем занимаешься? Всю жизнь пел. Ну, не скромничай. Я слышал, что ты оперный певец, настоящий, профессиональный. Ну, в оперный, так, в хоре пою. Может быть, ты что-нибудь исполнишь, может быть, из последнего турне по Европе, я знаю, ты и там был. Мне очень нравятся рецепты с тофу. Я вот как-то вот проникся вкусом. Он вроде простой, но его можно добавлять везде, с ним сочетать. Я тоже очень люблю, да. И главное, что есть миф такой, что веганы и вегетарианцы недополучают белка, да, и вот тофу просто классный продукт для тех, кто активный образ ведет, там, тренируется. Мне кажется, было бы интересное сочетание салат и какая-то такая панировка с тофу. О, класс. Когда ты сказал панировка, я вспомнил, что я же подготовился к твоему приходу. Так. Так, барабанная дробь, ты готов? Та-да! Класс. Видал такую штуку? Слушай, это как космический корабль, она прям выглядит вообще. Это мой друг и помощник R2-D3. Смотри, здесь какая штука есть. Внимание. Круто! Смотри, какой он огромный. Сюда можно положить вот столько тофу. Много тофу положить, все запанировать. И потом хрустеть, хрустеть, хрустеть. А как это у вас звали, который? Валли? Валли, да, похож что ли такое. Валли. Его можно использовать в приготовлении вообще всего. И сладкого, и соленого, и горячего, и криспит тофу мы приготовим тоже в нем. А вообще задумка такая, готовить запеченные блюда без масла. И они будут хрустящие с корочкой. У нас будет тофу. Листья салата. Очень красиво это выглядит. Листья салата мы же можем те, что под рукой, и те, что доступны. Сочетание жареного, хрустящего тофу. Ох, Виталий. У меня слюньки уже текут давно. С того дня, когда... Ты родился. Я. Может быть, сладкий соус сделаем? Какой? Вот какой? Ну, вот смотри, мы как бы апельсины приготовили. Может быть, мы из него что-нибудь... Апельсины, финики у нас есть. И чуть подострим его. Если хочешь, вот тимьян можем использовать. Ну, в общем... Мне очень нравится. Потом подкислим. Подострим, потом подкислим. Давай, 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 попробуем. Все, сейчас нарежем тофу. Кто будет режеть тофу? Ты. Гречневая мука. Да. Панировочные сухари. И жареный кунжут. Слассно. Вот такая красота. Добавим еще немного соли, да? Наверное, щепотчика я добавлю вот так. Из гречневой муки мы сделаем жиденькое тесто. И второй вариант. Масло с паприкой красненькое. Супер. Давай. Так может, тогда и два салата сделаем разных. Давай. Раз у нас два. Давай в один добавим тыкву, как гарнир. Она будет яркая, такая оранжевая, красивая. Давай. Запечем ее тоже в аэрогриль. А второй тогда, который вариант менее острый и соленый, сделаем с грушей. Давай. Круто? Отлично. Вообще, аэрогриль пустим по полный вход. Классный. И у нас будет два крутых салата. Супер. Мне это нравится. Вот. Но поесть мы сможем только когда приготовим. Поэтому соберись. Я уже как бы смотрю. Так, тише. Положи. Так. Не смотри. Все, дальше сделаем кляр. Пол чайной ложки паприки. И маслица. Теперь все это смешать. Для того, чтобы сделать кляр, нам понадобится 50 миллилитров воды и гречневая мука из зеленой гречки. Прям капельку сольки добавим. Капельку оливкового масла, чтобы у нас не сильно сок тофу. Хорошенечко надо размешать, чтобы комочков не осталось. Берем тофу. Берем тофу. Я обмахнул. Дальше что делаем? Вау, смотри, как красиво. Похоже на сладость уже. Да, да, да. Очень похоже на консервы. Когда ты работал с поварами Мишлен, в чем вообще особенность и как даются вот эти звезды? Это как путеводитель. Один из первых и таких достоверных гидов, который ведет вас по ресторанам. Вы приезжаете в европейские страны и хотите, у вас ограниченное количество времени, вы хотите попробовать самые изысканные кухни и просто открываете путеводитель, который назывался Мишлен тогда и просто идете гарантированно в этих ресторанах самый крутой повар, самое все крутое-крутое. Там по многим категориям они оценивают ресторан. И у них это настолько давно, что уже несколько поколений поваров, которые, то есть он изначально мечтает, знаешь, как вот там мальчик, который в футбол там начинается заниматься, он мечтает попасть на кубок, да, там Европы или кубок мира. Также здесь повар, который приходит и который горит и фанатеет своим делом, он просто стремится, для него это мечта вот получить звезду Мишлена. И получается, считается, что дают ресторану, но считается, что повар, то есть именно шеф-повар, который в этом ресторане получает звезду. Но дело в том, что у них пока еще нет этой категории веганская кухня, да, веганский повар. Поэтому, скорее всего, что мы придумываем свой Мишлен, как-то назовем другой, и это будет гид по высочайшего уровня ресторанам, именно веган, именно ро. То есть мы можем просто свой путеводитель придумать, и зачем нам Мишлен на самом деле. Может, ты знаешь какие-то, ну, в чем особенности? Как они дают звезду там? Там большой список, по которым они оценивают рестораны. Это в том числе и винные карты, и прочие, и блюда, которые не подходят для веганской кухни. Поэтому мы им не подходим, а они нам по большому счету. Но нельзя недооценивать. Это реально повара, которые фанатеют своим делом, которые с детства просто живут этим. Это просто вкладывается в душу, реально раскрывается. Слушай, как здорово. Да, Мишлен, это очень интересно. Я хочу еще тоже впечатление свое сказать по поводу Добро кафе, кухни. Если помнишь, был мультик Рататуй? Да, да, да. И там вот этот вот критик пришел, заказал Рататуй в конце. И вот он кусочек берет, кладет себе в рот, и у него такой тшшшш. И он вспоминает, как ему мама готовила. Там вот такой вот этот момент очень красивый. Мама готовила, и вот это наслаждение. Вот какие-то такие краски возникают в голове, ты просто вот наслаждаешься. И вот это чувствуется, как еда, сделанная осознанными людьми. Вот людьми, которые прям уделяют внимание вкусу. Вот мне кажется, было бы круто сделать свой Мишлен. Потому что мы этого достойны. Да, да, да. Вот мне интересно, какой принцип работы у аэрогриля. А что он делает? Ну, на самом деле, это та же печь, только с циркуляцией воздуха. То есть, в принципе, можно использовать печь домашнюю. Но здесь классно, здесь циркуляция. То есть, там внутри стоит тент нагревательный, и перед ним лопасти моторные, металлические. И они тянут воздух, и внутри вот так вот циркулирует воздух горячий, и блюдо быстро готовится. То есть, температуры мы используем даже меньше. И, допустим, если мы овощи готовили на 190 градусах, то в аэрогриле на 170 достаточно, потому что обдув, ну, чтобы не засушить. Но мы используем меньше температуру и меньшее количество времени, кстати. Смотри, как отлично у нас все вместилось. Что, красиво, да. 170 и 11 минут. Все, у нас есть 11 минут для того, чтобы приготовить соус. А ты почистишь пока тыкву? Отлично. Здесь тоже по сантиметрику, так же, как и кофу. И теперь грушу. Разделим ее на три части, половинку. И здесь тоже на три части. У нас получатся вот такие, как будто кубики. У нас будет два салата. Получается, что один с грушей, и второй с тыквой. Сначала положим тыкву, она чуть дольше готовится, чем груша. Она плотнее, да? Ну, минут на пять. Давай, да. Скажем так, пять минут тыква, и потом еще 10 добавляем, и вместе с грушей все тушим. И градусов 170. Отлично. Есть. Есть, когда будет. Когда есть, то будем. Подготовим нашу зелень. В нашем случае это фрилис и рукола и романа. Мы разделим лист пополам, и нижнюю часть отрежем. Нижнюю часть отдельно мы разрежем тонкой соломкой. А верхняя часть будет как украшение, такая красивая часть, верхушка салата. И то, и то, и сочная, и полезная. Нижняя часть даже более сочная, более хрустящая, да, Виталик? Виталик отвечает за руколу, и он очень сосредоточен, потому что руколу выбирать – это настоящее искусство. Спасибо тебе большое за такие слова. К 11 минутам мы добавили еще 4 минуты, и сейчас тофу готов. Вау, ничего себе, круто! Вот это как раз с грушей будет классно, а это оранжевый с апельсиновым соусом и с тыквой. Все, начнем? Да. Здесь получилось 2 апельсина, грант 170, соусу будет много. Финики кладу. Перец у нас очень острый, поэтому добавим 4 лепесточка. Давай поприки добавим? Можем чуть-чуть добавить, да. У него такой цвет будет красивый. Шикарно понюхать, да, даже немножко перец, немножко даже в аромате есть. Да? Все, теперь достаем плиту и подогреваем его. Вливаем нашу заготовленный уже сок. Для того, чтобы затянуть его и сделать таким более тянущим и прозрачным, добавим фрахмала, пол чайной ложки. Потом располовиним, одно сделаем с тимьяном, другое с тархуном. Давай. Так здорово сразу с тимьяном, запах. Он настолько мощный и яркий, что мне кажется, что до вас тоже долетел. Очень. О, с тимьяном крутая идея. Да. Мы переливаем и делаем вторую часть с тархуном. Попробуем так. Мне кажется, что можно было бы добавить чуть больше крахмала. Мне нравится вот такой, знаешь, такой густой соус, чтобы более тягучий. Да, да, да. А давай знаешь, как сделаем? Может быть, мы грушу сюда вот так обваляем, получается? Давай. Вообще, грушу классно было бы приготовить в фольге и в печи. Тогда она такая сочная становится. В аэрогриле она немножечко посуше сверху. Внутри она такая же сочная. А мы сейчас ее добавим в соус. И здесь вот так вот, как карамелизированное будет соус. Давай, классно. Груша в апельсиновом соусе с тархуном. Как это звучит. Тофу криспи. Монифик. И хрустящие листья салата. Ах. Шикарно, шикарно, шикарно. Свежий салат с апельсиновым соусом и тофу. И в сочетании с пеканом очень богатый вкус получился. Очень. А пекан сладость еще такой придает. Угу. Торопиться нельзя. Будем наслаждаться. Попробуем теперь. Давай, теперь грушу. О боже, что это? Это вообще другой вкус, да? Это тоже вкусный. Вообще не сравнить. Слушайте, ну вот здесь вот груша, это просто бомба. Хотели один салат сделать. Получилось два блюда. Реально, вот это вот потрясающе. Вот только ради груши. Угу. Именно выписываемый соус. Орехов можно побольше, да, сюда? Мы прям что-то сэкономили, мне кажется. Орехов побольше и, наверное, еще груши побольше. Ну, они очень круты сюда. Салат, орехи, тут соусы. Мне кажется, вот эта вот тема с грушей у нас получилась вообще замечательно. Ребята, это круто. Ты тратишь время как будто на один салат, а у тебя получается два блюда, да? Вот так есть на стол готовишь? Угу. Дома. Очень праздничный. Используйте этот рецепт. Главный ингредиент. Виталик. Добро. Ой, золотых рук. Золотой голос. Женя. О-о-о-о. А классно так готовить и танцевать там танго причем, причем вдвоем. Представляешь, там раз там. Подай, пожалуйста, ложку. Я такой раз, такой. Восьми, Виталик. Уже можно есть, мне не разрешают откусить топку. Может, я его откушу все-таки? Три кусочка еще. Съедим? А, не, так не честно. Ты на бок поставил. Ха-ха-ха. Съедим? 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 Съедим?